Фурманов за последние два года, благодаря победе в конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах, преобразил ярмарочную площадь и территорию оврага в центре города. Сейчас на площади, на месте стихийной парковки, торговые павильоны, скамейки. А если пройти дальше, у пруда оборудовали пирс и фонтан, сделали экотропы, освещение. Это если коротко. Дальше жители города просили заняться развитием территории у реки Шача. Она примыкает к уже благоустроенной площади и прогулочной зоне. По задумке, вдоль реки должны проходить велодорожки, беговые и пешеходные маршруты. Должны располагаться беседки на берегу и различные другие места отдыха. Шуи планируют развивать одну из центральных площадок проведения фестиваля «Русское Рождество». Это парк культуры и отдыха. Городской сад был создан еще в XIX веке. Исторический облик парка хотят восстановить. А на территории у реки сделать детскую и спортивную площадки «Тропу здоровья». Комсомольск в 2022 году благоустроил детский парк, выиграв федеральный грант в 50 миллионов рублей. И на очереди проект реновации парка железнодорожников. Некогда территория, где проходила масса мероприятий, сейчас запущена. Согласно проекту, здесь хотят сделать удобные прогулочные зоны, место для проведения городских мероприятий и организовать площадки для занятий спортом для всех желающих, разместив тренажеры, но и организовав зоны для общей физической подготовки. На Волыкино всероссийский конкурс предлагает проект реновации базарной площади. Ее хотят сделать пешеходной и зоной отдыха, и зоной проведения различных мероприятий и ярмарок. Согласно дизайн-проекту, здесь есть площадка с качелями, современное освещение и озеленение. Кроме того, предложено обустроить смотровую площадку на Прокуроровой горе. С нее открывается вид как раз на Базарную площадь и Волгу. Ну и Гаврилов Посад в очередной раз поборется за свой проект и благоустройство рек Воймега и Ирмис. На федеральный грант он подается повторно после доработок. Это место станет новым уголком в городской среде. Здесь планируют сделать места отдыха у воды с деревянным настилом, пешеходные мосты через реку, спортивно-игровую площадку. Проекты победителей будут реализовываться уже в 2023 году. В целом за 4 года участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды Ивановская область побеждала 19 раз. 13 проектов в разных городах уже реализовано. Завершается благоустройство еще в пяти городских пространствах. Наталья Сергеева, телекомпания БАРС.